В этом видео я хотел бы рассказать про револьверы, используемые в российской армии и сравнить их с некоторыми моделями других револьверов. При слове «револьвер» в голове у российского и особенно советского человека возникает образ нагана, который широко использовался в российской и советской армии, как в традиционное время, так и на протяжении всего советского времени. До 1854 года на вооружении российской армии были капсульные гладкоствольные пистолеты. Но в 1854 году министр обороны князь Долгорукий организовал аудиенцию Самуэлю Кольту с императором Николаем Первым. «Кольт» продемонстрировал самый передовой на тот момент револьвер «Кольт Неви» 1851 года, который был на вооружении армии США и многих европейских стран к тому времени. Револьвер имел 36-й калибр, что около 8 миллиметров. Барабан был рассчитан на 6 пуль. Туда засыпался порох, вставлялись шарообразные пули. И все это утрамбовалось с помощью специального рычага и поршня. Корпус револьвера полагалось сделать стальной, но во время гражданской войны был дефицит со сталью и многие корпуса пришлось делать из бронзы. Очень важной деталью был пыш, поскольку при выстреле от искры могли взорваться остальные пять зарядов. В барабане для возгорания использовались капсули, такие же, как в капсульных гладкоствольных пистолетах. Порох засыпался из специальной фляжки пороховницы с дозатором в барабан, а не в ствол, как у старых пистолетов. К тому времени появились первые патроны, которые представляли собой картонную трубку, в которой был порох, пыш и пуля. И зарядка таким образом убыстрялась во много раз. Первые пятьсот пистолетов Кольт поставил очень быстро, но потом произошла задержка с поставками, и российское правительство решило производить собственные Кольты без всякой лицензии на Тульском оружейном заводе. Потребность тогда в револьверах была большая, потому что началась Крымская война, и закупались также пистолеты как от Кольта, так и с Тульского завода. Российские стоили 25 рублей за штуку, а американские – 32 рубля. После револьвера Кольта для армии России в 1871 году было закуплено 20 тысяч револьверов Смит-Инвессен модель номер 3. Это был уже полноценный револьвер с нормальными современными патронами. Револьверы Смит-Инвессен выпускались разного калибра, но российское правительство запросило для себя револьверы 44-го калибра, и патроны под этот калибр выпускаются до сих пор и называются 44-е рашины. У меня, к сожалению, нет Смит-Инвессен модели 3, но я покажу принцип действия на схожем по конструкции револьвере Харрингтон. Это так называемые топ-брейк револверс. У них имеется замок наверху, который позволяет разложить пистолет так, что открывается доступ к барабану. И в этот же момент специальный механизм выбрасывает гильзы из барабана. И вот подошла очередь рассказать про Наган. К 1895 году правительство России решило, что Смит-Инвессен револьверы очень дорогие, и патроны для них также. Поэтому они решили организовать конкурс на новый револьвер, который будет производиться в России, и этот конкурс выиграл Наган. Техническое задание на конкурс разработки выставляло очень противоречивые требования к револьверу. Как то, он должен был заряжаться и разряжаться не мгновенно, а один за одним патроном, чтобы экономить боеприпасы во время боевых действий. Это прямо противоположно тенденции развития револьверов, которые к тому времени уже практически все и даже предыдущий Смит-Инвессен модель 3 имели мгновенный выброс всех гильз израсходованных и доступ к барабану, чтобы быстро его заряжать. Еще одним условием конкурса была дешевизна производства. А в то время изготовление револьверов было достаточно сложно из-за того, что расстояние между стволом и барабаном должно быть менее 0,2 мм. Иначе выброс газов через зазор значительно снижал эффективность патрона. Инаган предложил решение, которое он уже опробовал до этого на револьверах другого, более большого калибра, когда барабан наезжает на ствол и применяется специальный патрон, который входит в ствол в момент выдвижения барабана. Еще одной особенностью по сравнению с другими револьверами является очень большое усилие, практически в два раза больше, требуемое для стрельбы на спусковой крючок. Так, в сингл-акшен, когда курок взведен, требуется усилие 12 паундов, то есть примерно около пяти с половиной килограмм. В то время как у других револьверов это усилие в два раза меньше. А при дабл-акшен, когда спусковой крючок взводит курок, усилие требуется в 20 паундов или в 9 килограмм, что для указательного пальца очень большая нагрузка, и стрельба с прицелом практически невозможна. Теперь давайте вкратце сравним патроны нагана и других револьверов. Патрон нагана достаточно малокалиберный, 7,62 или 30-го калибра, но достаточно длинный, 38 миллиметров, что обеспечивает ему хорошую проникательную способность пулей в большую спорцию. Более известный патрон 38-го калибра был разработан в 1877 году Смит Инвесен. 38-й калибр это примерно 9 миллиметров. Чуть позднее, в 1896 году, появился патрон 32-го калибра Смит Инвесен Лонг, который широко использовался Нью-Йоркской полицией и потом полицией других городов. Но, как показала война на Филиппинах, 38-й калибр оказался слабоват для пробивания брони марокканских воинов. И в 1898 году был разработан и принят на вооружение калибр 38 Special, который был значительно мощнее, чем стандартный 38-й калибр. Но в 30-е годы, когда появились гангстеры, патроны 38 Special, хотя и казались мощными, все равно не могли пробивать двери автомобилей. И гангстеры часто использовали двери автомобилей как прикрытие. И в этой связи, в 1934 году, поступил на вооружение патрон 357-го калибра Magnum, который по диаметру полностью совпадает с 38 Special, но значительно мощнее и немного длиннее. Ну и самое простое сравнение, это сопоставить массу патронов. Вес патрона от нагана составляет 11,5 грамм. В сравнении с этим, патрон 38-го калибра Special 14,9, то есть почти 15 грамм. Это где-то на 30% больше. И 357 Magnum 16,1 грамма. Это уже на 40% больше, чем патроны от нагана. А теперь давайте отправимся в Exeter Sportsman Club. Это мужской клуб в городе Exeter, штат Нью-Хемпшир, который ориентирован исключительно на стрельбу. Как из огнестрельного оружия, так и из луков и арбалетов. Сравнение будем производить на четырех револьверах. Первый это Наган, второй Smith Invest M10, на три года позднее выпущенный. Немецкий AG-23, малокалиберный. И Toros 605, компактный револьвер для самообороны. Будем стрелять на расстояние 30 футов или около 10 метров. Патроны для нагана в основном поступают из Сербии. И производятся фирмой Prvi Partisan, которая находится примерно в 200 километрах от Белграда в Сербии. И эти патроны примерно в 3-4 раза дороже, чем 38 Special. Заряжание нагана производится достаточно медленно, потому что мы имеем ограниченный доступ к барабану. Револьвер Smith Invest M10, как и большинство револьверов, начиная с 1800-х годов, Имеет свободный доступ к барабану и зарядка производится значительно быстрее, не говоря уже про разрядку. Компактный револьвер Toros 605 имеет калибр 357 Magnum, патроны, которые очень мощные по сравнению с 38 Special калибром. Для быстрой зарядки револьверов были придуманы специальные устройства. Открываем барабан, вставляем картридж с патронами, освобождаем, и вот он заряжен. Все очень просто и быстро. И напоследок заряжаем смешной малокалиберный револьвер RG-23. Похожая модель была использована при покушении на президента Никсона. Но, повторюсь, это малокалиберный револьвер, и его поражающая способность невелика. Ну что ж, попробуем сначала, как стреляет на ган. Он заряженный. Будем стрелять сингл-экшен. Потому что дабл-экшен мы точно не попадем. В небольшую мишень мы не попали ни разу. Теперь попробуем с мит-инвесом. Продолжение следует... Мит-инвесом. Вalesом А теперь давайте попробуем малокалиберный револьвер RG-23 Его предыдущая модель использовалась в покушении на Никсона Он очень короткоствольный И должен стрелять гораздо хуже на Гана И что мы имеем? Почему мы не выстрелили? Раз А теперь давайте попробуем Taurus 605 Taurus будет правильнее произносить Который достаточно небольшой компактный револьвер для самообороны Но может стрелять и сейчас заряжен патронами Magnum Которые очень-очень мощные и бьют очень сильно по руке Очень сильно Еще И еще Хотел бы отметить насчет точности стрельбы Я человек Давно уже пенсионного возраста Плохо видящий И стрельба с такой точностью вполне удовлетворительная Для моего физического состояния Два отверстия Небольшого диаметра И наверное несколько здесь Должны быть, может быть, даже одной из этих Принадлежат на Гану Остальные Вот здесь Это Smith & Wesson Для меня слеповатого вполне нормально Так Вот эти отверстия Принадлежат пистолету Торрес-605 Патронами 357 Magnum Которые значительно мощнее Дают ужасную отдачу И маленькие Но это может быть просто Не пристрелим Малокалиберный пистолет Немецкого производства RJ-23 Который, в принципе, очень неплохо стреляет Для своего размера У которого длинная ствола Всего лишь 1,25 дюйма Возможно, у моего нагана Надо отрегулировать мушку Если же сравнить Конструкцию мушки С другими револьверами То мы увидим Что у всех других образцов Она фиксированная И не может смещаться То есть она выставляется В момент производства В заданное положение И больше уже не регулируется А теперь я хотел бы продемонстрировать Разницу в разрядке Как мы уже говорили Недостатком револьвера Является Его Медленная разрядка Мы должны по одной гильзе И вот сейчас вы видите Оно не выходит Надо поправить барабан Выталкивать их И это занимает Довольно-таки Большое Большое время Причем пружины Здесь не имеется Как видите Не совпадает Причем Выталкиваются они Не до конца Иногда вот до конца То есть За это время Солдата Могут уже убить Все Разряжем Теперь посмотрим Смит Инвесом Который В общем-то Почти того же возраста На 4 года Младше Но у него не было Условия Что надо Иметь Разрядку По одному патрону Здесь просто Выкидываются Все патроны Сразу То же самое У пистолета Современного Торрес Который Копирует Схему Смит Инвесом Как вы видите Занимает Всего лишь Одну секунду И хотел бы Рассказать Еще про одну Особенность Револьвера Наган Для него Выпускаются Специальные Барабаны Адаптированные Под патроны 32 Калибра 32 ACP ACP Означает Автоматик Cold Pistol И Если мы Посмотрим Этот патрон Одинаковый По внешнему Диаметру Но Значительно Короче Почти В два раза И Его Убойная Сила Вернее Энергия Пули На 30 Процентов Меньше Поэтому Он не такой Опасный Как Патрон Для Нагана И Из этого Калибра Пытались Убить Ленина И Напоследок Хочется Отметить Еще Одну Особенность Нагана Это Свободное Прокручивание Барабана И В связи С этим Появилась В 20 Веке Игра Русская Рулетка Все Другие Револьверы Кроме Нагана В положении Когда он Готов К стрельбе Имеют Фиксированный Барабан Который Невозможно Прокрутить Это Связано С тем Что Если Барабан Не Полностью Заряжен Либо Имеет Несколько Отстрелянных Патронов И Вы Прокрутите Барабан У Револьвера Вынимая Его Либо По какой-то Другой Причине Он Становится Бесполезен И Не Будет Готов К Бою Тем Не Менее Русская Рулетка В связи Со своей Безбашенной Жестокостью Получила Распространение Во многих Странах Мира Но Процедура Прокручивания Барабана Отличается От Револьвера Наган Во всех Остальных Револьверах Приходится Откидывать Барабан И Отворачиваться Чтобы Не Видеть В какое Положение Он Встанет При Его Возвращении Хотя Нет У первых Револьверов Кольта Была Опция Взвода Курка Наполовину И В этом Положении Барабан Мог Прокручиваться Это Исключительно Для Заряда Пороха И Пуль Но Повторюсь Особенность Нагана То Что Барабан Может Проворачиваться В боевом Состоянии Или Когда Он Хранится Может Сыграть Злую Шутку Барабан Может Провернуться В положение Где нет Боевого Патрона И Он Просто Не Выстрелит В заключении Хочу Сказать Что Несмотря На Многие Перечисленные Недостатки Наган Имеет Большую Историческую Ценность Он Прошел Много Войн Начиная С Манчжурии 1895 Года Когда Было Восстание Так Называемых Боксеров Китайцев Боровшихся За освобождение И Вплоть До наших Дней Он Прошел Через Революцию Через Гражданскую Войну Через Первую Вторую Мировые Войны И Выпускался Достаточно Большой Промежуток Времени Хотя И не Является Чемпионом Просто Для сравнения Нагана Было Выпущено Около Двух Миллионов Штук В то же время Смит Инвессон Номер 10 Или Как он еще Называется Милитари Инполис Было Произведено Более Шести Миллионов Но Я считаю Наган Очень Достойным Представителем Моей Коллекции Спасибо За внимание Всем Всего Хорошего Пока Продолжение следует... Продолжение следует...